Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Самозанятых в возрасте 35-55. Доход у них выше 32 тысячи в месяц. У них тоже популярна работа в такси, в строительстве, а также сдача квартир в аренду. Среди всех зарегистрированных самозанятых 40% – это женщины. Средний доход у них почти на 30% меньше, чем у мужчин. Наиболее высокооплачиваемые профессии – это в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик. В Кировской области сейчас 13,5 тысяч самозанятых. Самые популярные виды деятельности – такси, грузоперевозки, услуги в сфере красоты, автосервиса, продажа товаров собственного производства, репетиторства. Программа Экономика. Кировские чиновники решили заявиться в программу капремонта школ. Ее запускают в стране со следующего года, а финансировать будут ремонт инженерно-технических сетей, крыш, потолков, полов, дверей, а также покупка учебников, мебели и учебного оборудования. Чиновники уже определили 16 школ, которые первыми предложат включить в новую программу. В целом по стране в 2022-2026 годах хотят отремонтировать 7300 зданий школ. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове впервые пройдет правовой диктант для предпринимателей. Это бесплатное мероприятие для повышения правовой грамотности предпринимателей. Практика показывает, что каждый предприниматель, отвечая на вопросы диктанта, обнаруживает у себя от 3 до 15 различных дыр и опасных зон, которые требуют внимания и своевременного решения. Вопросы для предпринимателей составили на факультете права высшей школы экономики. Что ждет участников, рассказывает организатор диктантов в Кирове Ксения Шамова. Мы подготовили 60 вопросов, которые считаем наиболее острыми и актуальными для каждого, кто владеет своим бизнесом в любой сфере. Шесть ярких предпринимателей читают вопросы диктанта и комментируют своими историями и опытом. Диктант проходит в виде тестирования в течение полутора часов. Каждый участник отмечает ответы в своем бланке теста. После окончания тестирования каждому участнику выдается мини-книга, в которой есть ответы на все заданные вопросы на диктанте. Поэтому узнать правильные ответы можно будет в день сдачи теста. Если вы не любите получать двойки, не переживайте, никто не узнает о вашем результате. Эта информация конфиденциальна. Продолжение следует... Программа «Эхономика»